Сразу несколькими серьёзными ДТП пополнилась аварийная статистика госавтоинспекции города и района. Одна из аварий со смертельным исходом. 13 августа около 11 часов дня на выезде из города Легковушка, двигаясь в направлении деревни Оснежицы, наехала на мужчину, который переходил проезжую часть. Известно, что водитель иномарки – 28-летняя жительница Галева, погибший – 65-летний пенчанин. Есть информация, что он был нетрезв. В данной ситуации некоторые транспортные средства, двигавшиеся впереди её, увидев, что переходит пешеход, решили пропустить данного пешехода. А водитель, не увидев данной ситуации, опережая транспортные средства, проявив опять же не внимательность, неосторожность, совершил наезд данного пешехода. Это уже третья жертва на дорогах в Пинском районе, где с начала года произошло 10 аварий, в которых травмы получили 15 человек. Одно из последних ДТП – курьёзное. Пьяный пешеход в тёмное время суток попал под велосипед и получил достаточно серьёзную травму головы. У нас участили случаи нарушений правил дорожного движения пешеходами, особенно нетрезвыми пешеходами. Поэтому Госавтоинспекция Пинского РОВД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, неосторожными, потому как уже начинается, скажем, осенний период, когда световой день уменьшился. В тёмное время суток пешеходы уже позабыли надевать светоотражающие элементы. В Пинске очередная авария, успевшая обрасти слухами, случилась днём 17 августа. По улице Первомайской груженый щебнем МАЗ, стараясь избежать столкновения, с близко двигавшейся иномаркой влетел на бордюр, снёс светофор, который, падая, задел пожилую женщину, прохожую. Она в результате оказалась на больничной койке. Пешеходом оказалась бабушка 38-го года рождения, которая проходила мимо, но при падении именно светофорная опора задела бабушку. Что касается телесных повреждений, то это была лёгкая черепно-мозговая травма. В настоящее время на территории города Пинска произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, при которых один человек погиб, 18 человек получили ранения различной степени тяжести, и одно ДТП у нас произошло по вине нетрезвого водителя. А между тем, 17-я серьёзная авария случилась в Пинске в прошедший четверг. Днём на улице Бреской скорая столкнулась с внедорожником и от удара оказалась на боку. Есть данные, что хотя неотложка и двигалась с включённой сиреной и проблесковыми маячками, но отчасти в ДТП виноват её водитель. Он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности проведения такого манёвра, и своим УАЗом протаранил джип. Последствия этого столкновения устраняли спасатели. Пришлось палить в пеной бензин, вытекший из бака скорой. Были в данном ДТП и пострадавшие. Ушибы и закрытые черепно-мозговые травмы получили пассажиры неотложки. Продолжение следует...